Окей, давайте пока будет народ подключаться, я расскажу вводную часть про, что вообще сегодняшний открытый урок, открытый вебинар. Сегодня от компании OOTUS будет проходить вебинар на тему метода тестирования требований в рамках курса Куалит. Это одна из лекций, которую мы читаем в рамках нашего курса, и я постараюсь, как преподаватель и руководитель курса, полностью воспроизвести весь тот контент, всю ту лекцию, которую мы даем в рамках курса. Лекция будет максимально практическая, мы на ней рассмотрим, зачем нужно тестировать требования и какие инструменты мы для этого можем использовать. С точки зрения структуры, формата, как это все будет происходить, я вам сейчас все расскажу, как мы будем с вами работать, потому что это все-таки открытый урок стрим на YouTube. Соответственно, есть некоторая задержка. То есть вы меня слышите, наверное, где-то спустя секунд 10 после того, как я что-то скажу. Воспроизвести прям реальную обстановку взаимодействия, интерактива, как у нас происходит на лекциях, возможно, не получится. Но тем не менее в течение лекции я буду задавать вам вопросы, задавать какие-то уточняющие вопросы из вашего опыта или задавать вопросы, связанные непосредственно с темой, то есть чтобы отслеживать, как вы воспринимаете тему. Поэтому будет здорово, если у вас будет доступ к чату для того, чтобы писать, задавать вопросы, уточнять. Как говорится, не стесняйтесь, чат – это отличный инструмент в взаимодействии с преподавателем, во время которого я получаю обратную связь от вас, насколько понятна вам тема, насколько я понятно ее объясняю. И, соответственно, для меня это возможность скорректировать подачу для того, чтобы всем было понятно и раскрыть тему, чтобы провести эти полтора часа максимально с пользой. Как я уже поняла, вы меня слышите, видите. Кто я вообще такая? Меня зовут Анастасия, у меня фамилия Сейвангуен. Это уникальная фамилия. Если вы загуглите, то никого, кроме меня, больше не найдете. Я являюсь автором курса Куалит. Вот уже три года мы его ведем. Уже, получается, четвертый год пошел. До этого я работала на позиции Хадовки Евтеньков в Альфа-банке и занимаюсь развитием кей-отрасли у нас в СНГ, в русскоязычном пространстве. Создала чат сообщества Киору, Киор Джобс. И Киор Джобс, кстати говоря, у нас намного уже больше. Возможно, кто-то из вас в этих чатах уже сидит. И я, в том числе, являюсь единственным русскоговорящим тренером по практикам Agile Testing. Сейчас их переименовали в сторону Holistic Testing и сертифицированном фасилитаре. Соответственно, с учетом своего опыта, как консультанта внешнего, так и того опыта, который я получила, когда работала как Head of QA в этих крупных компаниях, я могу судить о том, какие знания, какой опыт, какие практики необходимы Киори Дан. И одна из сегодняшних тем – это как раз-таки внедрение и применение тестирования требований является одной из важных тем, которая как раз-таки лидируется и драйвится, и внедряется, как правило, именно к Киори Дану. То есть теми людьми, которые способны влиять и изменять процессы. Потому что очень часто на позиции обычных тестировщиков у нас не всегда удается доносить или продавать какие-то изменения. Но я постараюсь также во время сегодняшней лекции ответить на вопросы, «А что делать, если я просто тестировщик, и я понимаю, что мне нужно внедрить эту практику?» Вот. Что у нас ждет с точки зрения маршрута? От начала мы познакомимся. Далее я вам расскажу немножко про Outus. И затем у нас будет три крупных блока. То есть мы разберем как раз-таки необходимость тестирования требований. Здесь я вам дам аргументы, подсказки, как аргументировать внедрение этих практик и что будет, если этого не делать. Мы разберем такую практику, как три Амиго. И затем разберем такие остальные инструменты, как тестирование неоднозначности, использование юзер-сторий маппинга и экземпл маппинга для тестирования требований. И в конце лекции я немножко дам информацию о курсе. То есть в рамках какого курса, в общем, эту лекцию читаю, как мы разбираем эту тему в рамках нашего курса. Если успеем, то я также дам небольшую обзорную информацию относительно того, какие зарплатные ветки сейчас, зарплатные вилки сейчас у ролики или да. И я поотвечаю на все ваши вопросы, которые вы вникнут по теме и по курсу. Также, если у вас будут вопросы возникать в процессе, мы обязательно будем делать паузу, и я буду заточнять, если у вас вопросы, буду отвечать на ваши вопросы. То есть точно не будет ситуации, что на вопросы отвечать буду только в конце. Давайте немножко познакомимся с вами. Мне интересно, какая аудитория меня сейчас будет слушать, поэтому расскажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, какой у вас опыт войти и вообще с какой целью пришли на эту лекцию, на этот вебинар. Пока вы пишете, я чуть-чуть подожду, буквально одну минутку. Я предлагаю пока нам объединить. Давайте я отправлю это сообщение в чат. То есть на какие вопросы нужно ответить. Андрей Ижевск, тестировщик 2 года, расчленение знаний. Пока остальные ребята пишут, по правилам вебинара, не стесняемся, задаем вопросы, участвуем в чате. И как раз таки дальше мы переходим к первому блоку про ОТОС. Что вообще это за такая организация? ОТОС является образовательной организацией, которая в основном специализируется на обучении уже взрослых действующих специалистов на, скажем так, продвинутых программах для повышения квалификации. ОТОС является сертифицированной, рецензионной образовательной организацией, поэтому в конце обучения вы получаете сертификат о повышении квалификации. Если говорить, допустим, про наш курс квалификации, то наш курс, он как раз таки ориентируется на уже продвинутую аудиторию для ребят, которые начинающие QLD, либо, скажем так, уже такие ребята сеньорные, которые хотят развиваться дальше, или у которых уже есть лидерские обязанности, и, соответственно, они хотят понять, как им дальше развиваться в позицию QLD. То есть наш курс, он точно не для ребят, которые недавно только попали в профессию, потому что, чтобы расти на нашем курсе, нужно предварительный бэграунд поработать. С точки зрения того, что вообще есть ОТОС, ОТОС дает не только курсы для сеньоров, он дает курсы для разных лидов, от джинов и для лидов, и по самым разным IT-темам. Здесь на слайдах все эти темы перечислены. Сама компания на рынке существует уже давно, 6 лет. За это время было выпущено уже огромное количество выпускников, и, соответственно, было запущено большое количество курсов. С каждым годом курсов становится все больше и больше. И вопрос к вам. Знакомы ли вы вообще с форматом онлайн-обучения? То есть слышали ли вы про компанию? Нужно ли что-то про нее еще рассказать? Здесь у меня на слайде перечислены цифры. Может быть, вы сталкивались с каким-то образом, с компанией? Поставьте, пожалуйста, соответствующую цифру в чат. Я пока почитаю ваше представление. Игорь из Санкт-Петербурга. Уже почти два года в тестировании. Привод занимался информационной безопасностью. Интересная тема вебинара. Также все, что касается организации тестирования. Добрый вечер, Сибири. Ой, Сибири, у вас, наверное, сейчас такое же время, как у меня. У меня сейчас 11 часов вечера. Тестировщик передает еще информацию опытных кей для развития и перепостановки мозгов. Светлана Будапешт. Сейчас прохожу первый стажировок, как и на курсы, рано на лекции. Записала, чтобы немного свести теорию, окружающую сейчас практику. Окей, надеюсь, Светлана будет понятна. То, что, возможно, лекция покажется тяжеловатой, ну, сложноватой. Так, Инна Киолит, 8 лет в IT, занимаясь проверкой требований, но не используя именно инструменты для проверки. Хочется расширить знания в этой области, передать и использовать на благопродукты. Отлично, отлично. Так, ну что, я вижу, что у нас почти все не учились, но слышали. Окей, тогда в целом я достаточно информации дала. То есть, Татьяна указала, что она даже никогда не знакома. Ну, Татьяна, у нас есть сайт, вот, otus.ru. Больше информации вы можете получить на самом сайте. Ну, в целом, здесь по слайдам я дала основную ключевую информацию, как говорится, почему вы можете доверять нам. Ну что, я думаю, с водной частью мы заканчиваем. Я с вами познакомилась, я понимаю, с какими целями, с каким запросом вы пришли. И я уверена с тем, что я справлюсь с этим запросом и помогу вам приобрести новые знания и понять, какие инструменты для достижения требований вы можете использовать. Я сейчас отключу шаринг экрана и затем заново включу, потому что мне нужно переключить сейчас на другой экран. Вам должен быть виден слайд с моей старой фотографией. Окей. Ну что, давайте тогда начинать. У нас первая часть, нам нужно вообще разобраться в теме, а зачем тестировать требования. Здесь я обычно всегда предлагаю взглянуть на типичный жизненный цикл разработки. Его называют CDLC, Software Development Lifecycle. То есть, как у нас обычно происходит обычная работа. Мы создаем какую-то идею, потом по поводу этой идеи пишем требования, либо создаем эти требования. То есть, можем не описывать, но как-то их прорабатывать, уточнять, озвучивать. Потом прорабатывать, как правило, дизайн, потом разработка, потом тестирование. Ну и в конце у нас режим поддержки, maintenance. Соответственно, что обычно у нас происходит? В течение всего этого жизненного цикла у нас в любом случае возникают возвраты по этапам назад. То есть, не знаю, мы во время тестирования находим баги, и возвращаем этот баг на исправление в разработку. Соответственно, с точки зрения всего флоу, всего потока работы, мы возвращаемся назад и повторно переделываем какую-то работу. И уже во время разработки разработчик, допустим, выяснил, что дизайнер что-то забыл отрисовать. Он передает замечания на доработку дизайнера. То есть, у нас опять работа откатывается немножко на шаг назад. И мы ждем или повторно переделываем заново эту работу. Я это называю реворки. То есть, реворки, то есть, переделка. Или возвраты. То есть, когда мы возвращаемся по циклу назад. Соответственно, самые большие проблемы, с которыми сейчас сталкиваются многие команды, которые приходят к осознанию, что им нужно как-то тестировать требования, это те самые возвраты. Потому что, если вы посмотрите на эту картинку, то вы увидите, что самые большие вот эти длинные петли обратной связи, они, как правило, у нас те, которые попадают на этап requirements или на этап идеи. Ну, если мы говорим про идеи, то это, наверное, совсем уже печально, когда мы внезапно узнали, что с нашей идеей что-то не так, и нам нужно все это переделывать. Это будет достаточно дорогостояще, потому что за это время уже было потрачено большое количество времени, а может быть уже и денег на реализацию какой-то фичи или продукта. Если же мы говорим про требования, то в целом это примерно столько же. То есть чаще всего, когда мы возвращаемся на этап требования, начинаем заново уточнять требования или дорабатывать их и так далее, у нас по факту повторно потом проходит повторная работа, то есть мы заново рисовываем или дорабатываем дизайн, заново пишем код, носим какие-то изменения в запланированную архитектуру, все это заново тестируем и так далее. Соответственно, чем длиннее петля обратной связи, тем дороже вот этот вот реворг, то есть тем больше потерь и недополученной прибыли происходит внутри процесса. Поэтому в целом считается, что если мы говорим про какую-то оптимизацию процесса, и мы хотим улучшить нашу пропускную способность, то есть делать условно больше, но с теми же самыми ресурсами, то есть, допустим, но за меньше промежуток времени, то нам нужно смотреть, где у нас происходят эти потери. Чаще всего эти временные потери у нас происходят именно из-за негачественных требований. Однажды я проводила небольшое исследование, я по образованию математики, статистики, и, соответственно, очень люблю данные. Когда я работала в Тинькофф, у меня буквально за 2-3 года получилось около 70 тренингов, которые я провела в разных командах. Это были самые разные команды, как внутри Тинькоффа, так и за пределами Тинькоффа. И когда мы проводили тренинги, мы всегда делали одно и то же упражнение для того, чтобы выяснить, какие причины возвратов или багов в их командах. И потом, когда я суммировала все эти результаты, получилась очень интересная картинка. То есть в крупную мы можем считать, что у нас три группы проблем, из-за чего у нас случаются возвраты в команде. Это из-за человеческого фактора, то есть я начну с конца, из-за легоси и из-за требований. То есть, как вы видите, самая большая группа вот этих вот причин, из-за чего у нас возникают возвраты, лежат именно в области требований. То есть чаще всего, если мы проведем какой-то причинно-следственный анализ возникшей проблемы на уровне пропущенного бага или на уровне возврата, по процессу выяснится, что проблема на самом деле была именно в требовании. Потому что легоси, да, он есть, но чаще всего, если у нас много легоси, связанная архитектура, отсутствует теста, то да, у нас здесь могут возникать какие-то непредсказуемые места. Человеческий фактор срабатывает реже, потому что все-таки мы работаем со взрослыми людьми, а не детьми, и люди достаточно осознанные и хотят работать, хотят получать зарплату, а не надеяться, что кто-то не заметит их некомпетентность. Вот. Поэтому, если мы говорим про основную группу, про причин, то здесь у нас в требования попадают следующие сапричины, подпричины. Когда у нас не проговорены контракты или они не соблюдаются. Дальше. Когда у нас не настроены коммуникации, поэтому в процессе наших там сломанных коммуникаций мы теряем какую-то информацию по требованиям, не фиксируем эти требования, то есть проговорили, но не зафиксировали. Когда у нас, допустим, не настроены процесс именно работы с требованиями, то есть когда-то требования могут просто влетать в бэклог без какой-либо приоритизации, когда они меняются в самый последний момент, когда у нас в целом отсутствует какая-либо спецификация, допустим, отсутствуют нефункциональные требования, а в конце может выясниться, что они нужны были. Или, наоборот, спецификация слишком длинная. Я здесь продлину спецификацию, хочу отдельно сказать. Вообще, есть исследование, которое доказывает, что наш человеческий мозг, наша оперативная память, нашего мозга способна держать именно информацию объемом условно А4. То есть кто-то может быть чуть больше, кто-то может быть чуть меньше. Но смысл в том, что как только вы начинаете загружать в свою оперативную память еще чуть больше информации, то какая-то по мнению вашего мозга, вашего контекста информация вытесняется. Что это значит? Это значит, что когда, допустим, разработчик берет длинные ТЗ страницы на 30, когда он его прочитал, он запомнил, то есть в его оперативной памяти осел и платил маленький какой-то процент. Все остальное уже искажено, додумано и его личное восприятие. Поэтому длинная спецификация – это огромное зло, потому что, чтобы держать весь этот контекст памяти, ее нужно постоянно регулярно перечитывать по нескольку раз, чтобы не додумать, не исказить, а так делают не все. Ну и слишком подробная спецификация, она также создает ненужные ограничения, иногда из-за этих ограничений, наоборот, разработка удлиняется. Ну и классика – это когда у нас отсутствует информации. Вот, то есть эти основные проблемы являются источником возвратов внутри команды, источником краски и потери. Более того, Лев Кукс, один из исследователей применения agile подходов в командах, как-то проводил исследование о том, как именно меняется зависимость расходов на создание проекта в зависимости от того, какой процент на проработку требований в бюджет был заложен. И была выявлена как раз-таки следующая зависимость, что если от всего бюджета выделялось всего до 5% на требования, то есть на проработку требований, ну представьте себе, что у вас там, не знаю, ну вот как раз 2 недели, 2-х недельный спринт – это получается 10 рабочих дней. Соответственно, у вас всего от этих 10 рабочих дней меньше 5%, это значит, что у вас будет полдня все будет выделено на проработку требований. Вот. Соответственно, в этом случае у нас перерасход по бюджету, заложенному на проект, сразу происходил там от 80 до 200%, это просто перерасход. И только увеличив, допустим, время хотя бы на 8%, а лучше до 14%, мы уже получали перерасход меньше 60%. Поэтому не стоит воспринимать работу над требованиями как какую-то потерю. Очень часто многие думают, что вот у нас agile, поэтому нам не нужно тратить время на работу с требованиями. Мы сейчас в процессе что-нибудь, как говорится, наклепаем. Но если вот так вот это все в процессе происходит, как правило, мы потом получаем очень большие дыры в бюджете. Вот. Поэтому давайте сразу договоримся. Протестировать требования. Что вообще в себя включает данный термин и данное определение. Протестировать требования – это значит убедиться в том, что мы знаем достаточно, чтобы минимизировать потери. То есть мы не пытаемся узнать все и написать супердлинную подробную ТЗ. Как мы уже сказали, это будет неэффективно. И наоборот, длинный ТЗ – это зло. Плюс это еще и замедляет бизнес. Но мы должны знать достаточно, чтобы взять и разработать условно это за одну итерацию, без того, чтобы возвращаться назад по процессу и что-то переделывать. То есть, грубо говоря, разработчик хочет взять какую-то задачу в работу. У него должно быть достаточной информации по этой задаче, чтобы, естественно, написать код. То есть у него не должно быть слепых мест, слепых зон с непониманием, как это должно работать. То же самое касается с точки зрения тестирования. Вы берете задачу, у вас должно быть достаточной информации, чтобы понимать, как вы ее протестируете. Только тогда вы сможете дать оценку, качественную оценку. Сам процесс тестирования требований у нас состоит из трех шагов. Первое – мы всегда анализируем требования на предмет однозначности. То есть нам сначала нужно определить, насколько эти требования одинаково воспринимаются всеми людьми, всеми участниками процесса. Дальше мы стремимся к исключению неполноты. То есть нам нужно убедиться, что все требования, которые мы обсуждаем, это действительно все. И мы же ничего не пропустили. Ну и третий шаг – нам нужно описать вот эти требования каким-то таким образом, чтобы это было понятно и однозначно понятно, опять же, для всех участников процесса. Например, может быть, с помощью тест-кейсов или с помощью ее стори-маппинга. То есть использовать какой-то инструмент визуализации, который приведет группу к единому пониманию. Если говорить про скрам, то в скраме этот процесс называется как PBR – Product Backlog Refinement. То есть встреча, во время которой уточняются, прорабатываются требования. И именно на этой встрече в роли задачи тестировщика – тестировать требования. А теперь вопрос к вам. Немножко на рефлексировать. Наверняка вы знакомы были с такой ситуацией, когда у нас разработчик получает какое-то такое требование и очевидным для себя образом интерпретирует. И тестировщик, когда читает это требование, интерпретирует его тоже очевидным образом для себя. А при коммуникации с эстахолтером получается вообще что-то третье. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чатику, у кого было такое на практике. Спасибо. Отлично. Вижу, что боль вам близка. Итак, эта проблема называется неоднозначность. Это одна из самых больших проблем при работе с требованием. Откуда вообще возникла эта проблема? Дело в том, что мы с вами все люди разные. У нас у всех разный контекст. У нас разное образование. Многие из нас еще географически родились, выросли в разных странах, может быть, разных зонах. То есть, к примеру, там мейнсет условно человека-южанина отличается от мейнсета человека, который, допустим, вырос на Дальнем Востоке или, допустим, в Мурманске. То есть это будут совершенно разные люди. Соответственно, когда мы говорим про неоднозначность, это значит, что одну и ту же фразу люди интерпретируют по-разному. И даже если вам кажется, что эта фраза сказана максимально понятно и очевидно, нет, это не так. Поэтому первый шаг при тестировании требований, который мы делаем, это мы пытаемся убрать любую неоднозначность, которая может привести к неправильной интерпретации требований и, соответственно, к додумыванию и последующему переделыванию. Что нам здесь обычно помогает? Здесь есть две техники. То есть первая – это три амиго, мы сейчас про нее отдельно поговорим, и формальный способ определения требований. То есть к формальным способам определения требований относятся такие способы, как, допустим, описание критериев приемки с помощью структуры given when, then, допустим, BDD-подход, он именно в эту часть ложится. Описание, может быть, требований в виде каких-то строгих нотаций, типа UML-нотаций и так далее. То есть когда у нас появляются какие-то очень строгие рамки для того, чтобы формулировать свои мысли. И то есть именно с помощью этих рамок мы тогда достигаем, гарантируем, что каждый человек условно разговаривает не на том русском языке, с которым мы с вами привыкли, а условно на рассказы разговаривает на каком-то псевдоязыке, у которого очень ограниченный набор инструкций, и их по-любому нельзя интерпретировать неверно. Давайте теперь поговорим про триамиго. На самом деле вот эти все формальные способы, которые предотвращают, ну, формулирование требований, которые предотвращают неоднозначность, они более сложные и дорогие в реализации, потому что, как правило, это обозначает, что нужно научиться переписывать или формулировать требования в каком-то определенном стиле и обучить этому всю команду. И здесь у нас обычно все это ломается до первой ротации команды, то есть как только у нас появилось несколько новых человек, которые начинают это сопротивляться, или, допустим, им это не нравится, появился саботаж, и все, мы остановили, у нас это все не работает. Поэтому все же, если у вас нет тестирования требований, я бы вам рекомендовала начать с более дешевой практики, и эта практика называется 3 омега. Что это такое? Для того, чтобы чуть лучше ее разобрать, давайте сначала разберемся вообще с какими требованиями мы с вами работаем. Потому что очень часто бывает такой аргумент, что как блоки замечательно, вот ты говоришь, тестировать требования, тестировать требования, а у нас требований вообще нет. На самом деле это не так. Я вам сейчас это расскажу. Как обычно происходит разработка чего-либо у нас на рынке? У нас есть какая-то хотелка клиента, которую он каким-либо образом транслирует в мир, вселенную, не знаю, на рынок. Каким-то образом представители бизнеса об этом узнают, например, провели исследование, и потом приносят это в команду. Соответственно, чтобы на выходе мы получили какой-то продукт, нам нужно, чтобы вот эти три зоны, вот эти три области, они совпали. То есть нам нужно, чтобы бизнес правильно донес свою мысль, что он хочет сделать, как он хочет закрыть потребность клиента и при этом заработать. Нам нужно, чтобы действительно мы поняли потребность клиента и сделали то, что он хочет, чтобы он захотел за это платить. И при этом нам нужно, чтобы команда правильно поняла обе стороны, и клиента, и бизнес, и при этом поняла собственные потребности с точки зрения разработки продукта, то есть что им нужно учитывать, чтобы потом это все сопровождать. Соответственно, если мы попадаем в эти три области, тогда мы можем сказать, что, скорее всего, мы делаем то, что нужно клиенту, то, что нужно бизнесу, и мы с помощью этого сможем зарабатывать, а команда, соответственно, сохранит свои рабочие места. Соответственно, для того, чтобы вот это все покрыть, нам нужно две области требований. Это бизнес-требования, которые отвечают на вопрос, что хочет бизнес и что хочет клиент. И нам нужны технические требования, которые отвечают как раз-таки на запросы команды, то есть они помогают им ответить на вопрос, как это все должно работать, чтобы вы подружите бизнеса клиента. То есть здесь мы обычно отвечаем на вопрос, а что должны делать системы, то есть как они будут работать, чтобы удовлетворить вот эти вот самые бизнес-требования. Соответственно, с точки зрения жизненного цикла разработки у нас на самом деле весь этот процесс исследования и тестирования требований лежит, как правило, в области трех этапов. Это когда у нас уточняется и прорабатывается идея того, что мы хотим сделать, когда мы описываем или как-то декларируем требования и когда у нас, допустим, разрабатывается дизайн. Вот эти три основные этапа, они, как правило, называются «дискавер», то есть этапы, когда мы исследуем то, что мы хотим сделать, перед тем, как отдать это в команду разработки, чтобы наступил этап «деливер». «Дискавер» сам по себе этап самый дешевый для бизнеса, потому что здесь мы не привлекаем столь дорогостоящие ресурсы, как «девелопмент тестинг» и так далее. Мы еще не пришли к клиентам и не испортили их первое впечатление о нас. И на этапе «дискавер» как раз-таки нужно максимально понять, что нужно сделать и сделать ровно то, что хочет наш клиент. И вот этот этап «дискавер» включает в себя несколько этапов, то есть с точки зрения психологии мы, когда начинаем что-то исследовать, у нас, скажем так, выступает этап дивергенции, то есть когда мы что-то расширяем с точки зрения собственного понимания и затем сужаем до понимания, какие конкретные фичи нужно сделать. Поэтому здесь есть несколько подходов, то есть часто это делает, допустим, не знаю, как-то классически работает компания. Приходит продуктован к какому-нибудь бизнес-аналитику и говорит, я сегодня, не знаю, побыл на планерке с нашим вице-президентом, он сказал, вот делайте такую-то фичу. Ну, давайте будем рассуждать про фичу авторизации через FaceID. Допустим, он говорит, я был сегодня на планерке, наш вице-президент съездил, не знаю, на какую-нибудь международную конференцию и сказал, что все, авторизация через FaceID – это будет тренд. Поэтому мы берем в работу эту фичу. Он говорит бизнес-аналитику, бизнес-аналитик потом уходит, очень-очень долго все это ресечет, описывает, не знаю, подготовил целый талмут в виде огромной-огромной-огромной ТЗшки, потом декомпозирует это на задачки и раскидывает на разработчиков. Это классический проектный подход и бутербольный подход. Есть другой подход, когда, допустим, как правило, это как сейчас часто происходит в agile командах, когда приходит продуктованер и говорит, что, ребята, вот я придумал такую фичу, или там нам ее дал вице-президент, будем делать с вами авторизацию в FaceID. Работчики там, тестировщики сидят, такие, ничего не понятно, но нужно что-то делать очень большое и объемное. Вот. Он говорит, типа, все, делайте. И дальше снова бизнес-аналитик такой говорит, окей, я пойду подумаю, придумаю что-нибудь и принесу вам. Бизнес-аналитик уходит, что-то придумывает, потом приносит, может быть, на совместную встречу или уже отдельно там он вам начинает работать с разработчиками. В лучшем случае, может быть, тестировщик еще придет. Ну и в конце концов это снова рождается на каске. То есть классно, если у нее будет какая-то общая картина, которая сформирует им единое видение. Ну, часто такого тоже не бывает. Ну и третий сценарий, это сценарий, к которому нужно мы стремимся. Это когда мы не отдаем вот эту проработку, уточнение требованиям каким-то отдельным людям, а когда мы пытаемся эту проработку делать с учетом трех контекстов. Именно здесь как раз-таки и наступает сила вот этих вот трех амиго. Секунду, я расскажу, вернусь к этим слайдам. Что такое вообще три амиго? Это сила трех контекстов. То есть когда у нас на встрече есть представители трех контекстов, то есть условно трех майнсетов. У нас есть представители критичного мышления, то есть наши QA способны задавать миллион вопросов. А что если будет вот это, вот это, вот это, вот это? У нас есть представители технической экспертизы, и если нам нужно разрабатывать продукты, допустим, на мобилке, так и на бэкэнде, значит, должны быть представители и бэкэнда, и мобилки. Если есть еще и фронтенд, то и фронтендеров позвать. Ну и, соответственно, у нас есть представители бизнеса. То есть, может быть, это бизнес-аналитики, которые обладают нужной информацией, или же это сам продукт-оунер, или, не знаю, внешний тест-оход, который пришел и расскажет, что нужно сделать. Соответственно, мы с помощью вот этих вот трех контекстов, трех майн-сетов, то есть это может быть минимум 3 человека, может, там и до 7-10 человек. Мы достигаем разностороннего взгляда на те требования, на ту ситуацию, которую мы с вами изучаем. И здесь сразу давайте проговорим про требования. Если у вас, как вы думаете, нет требований, то это не так, потому что требования есть абсолютно всегда, ведь вы же что-то разрабатываете. То есть любой написанный код, который сейчас делается вашими командами, этот код реализует какие-то требования. Даже если эти требования не были специфицированы. Здесь очень важный момент, не путайте, пожалуйста. Требования – это условно хотелка, просто озвучено в пространстве. Не знаю, сидит где-то там вице-президент и говорит, хочу авторизацию через ФСИД. Это уже требования. А спецификация – да, это сформулированное требование в виде, не знаю, какой-то описанного технического задания или спецификации в виде документа, который дает более четкое, подробное описание того, что нужно сделать. Поэтому я сейчас хочу акцентировать внимание, что я рассказываю вам не только про тестирование спецификаций, я рассказываю вам именно про тестирование требований. То есть, грубо говоря, вот у нас, как происходит процесс, собрался продуктован, и вот эти вот, допустим, вот эти вот три Амега собрались. На этой встрече что происходит? На этой встрече происходит именно обсуждение вот этого требования. Может быть, не быть никакой спецификации к тому моменту. Может быть, все это будет как раз-таки в стиле. У продуктованера утром была встреча, ему сказали, что нужно сделать авторизацию через ФСИД. Он собирает три Амега, и он говорит, ребята, нам нужно сейчас фокусироваться, сделать авторизацию через ФСИД. И здесь наши как раз-таки все три контекста начинают делиться имеющейся информацией. То есть, они выгружают очевидные и явные контексты, задавая друг другу вопросы. Допустим, там, не знаю, разработчик рассказал про то, что он знает, там, аналитик, тестировщик. Каждый поделился информацией, задал друг другу понятные, может быть, очевидные вопросы. Далее, когда люди поговорили, поговорили про очевидное, здесь наш мозг уже способен искать какие-то неочевидные вещи. То есть, он начинает уже копаться в каких-то условных, а если, а что будет, если я, не знаю, сделаю это на таком-то устройстве и так далее. И когда мы выгружаем еще все вот эти вот возможные, а если, у нас появляется такой большой-большой скоп работы. То есть, условно, знаете, такой формат брендшторминга, где, там, не знаю, продукт он пришел с одной фразой, давайте сделаем авторизацию через ФСИД, на выходе получили, не знаю, там, 100 тасков. И здесь дальше мы уже определяем скоп работы. То есть, мы из этих 100 наших идей определяем, что мы действительно сделаем и формализуем уже в виде каких-то описанных требований. Извиняюсь. То есть, этап описания и формализации требований, он как раз-таки самый последний. А обычно у нас с вами в командах все происходит наоборот. То есть, к вам приходят, допустим, системные или бизнес-аналитики с написанными требованиями, то есть, уже с формализованными требованиями, и просят вас, чтобы вы, допустим, поисследовали понятность, попытались понять, что нужно сделать. То есть, они пытаются свой собственный мейнсет, свое мышление, свой способ понимать проблему натянуть на вас. И здесь обычно у нас происходит мискоммуникация. Вы смотрите на их огромное количество, там, трудов потраченных, там, ну, не знаю, там, 10 страниц, это очень много. В кино, очевидно, ты, наверное, смог предусмотреть все. И такие, типа, да, да, все хорошо. Вот. А потом садитесь реализовывать, выясняется, что не так. Вот. Поэтому сила трех амиг как раз-таки в том, что в процессе обсуждения мы находим... Во-первых, мы лучше друг друга понимаем, потому что устраняется вот это вот неоднозначно, задавая друг другу вопросы. Мы не допускаем ситуации, где мы что-то не интерпретировали, не так или додумали. То есть, у нас здесь нет ситуации с тупыми вопросами. Любой вопрос здесь максимально полезен. То есть, тем самым мы вот это вот шарим общее понимание того, что нужно сделать. То есть, происходит шаринг андестендинг, то есть, шарик общего понимания между всеми участниками процесса. И только на выходе мы это уже формализуем. Ну, если говорить с точки зрения процесса ATTD, Automated Test Driven Development, то здесь у нас в конце, помимо формализации, есть еще и автоматизация. Но это отдельная тема. Как происходит сам процесс? То есть, вот у нас, допустим, появилась идея. С этой идеей мы формируем три амига, где мы тестируем эти бизнес-требования. Потом, когда на выходе у нас появилось что-то, что мы формализовали, например, это появилось user story, user story mapping, мы теперь должны как-то дополнить и, допустим, критериями приемки. И здесь, когда, допустим, бизнес-аналитик это дополнил каким-то набором критерий приемки, также собираются три амига, где они на встрече обсуждают эти критерии приемки и, допустим, сразу же прорабатывают технические какие-то требования, отвечают на вопросы, как будет вести себя система. И на выходе у них это все потом перешивается в example mapping, то есть, словно, там, за две встречи можно проработать и бизнес-требования, и технические требования. При этом длительная встреча у нас не должна превышать 60 минут, потому что эффективная работа, именно вот сфокусированная работа над требованиями всех вот этих вот трех амиго, трех контекстов, возможно, только в промежутке от 30 до 60 минут. Потом, ну, это очень энергоемкий процесс, потому что он требует того, чтобы вы вытаскивали свои какие-то старые знания и при этом создавали какое-то новое знание. Соответственно, люди очень быстро устают, и даже если вы хотите сделать встречу больше, то есть, хотите условно за один день все добить, то, пожалуйста, делайте между встречами перерыв, то есть, делайте встречу с перерывом внутри. Ну, допустим, не знаю, 45 минут, потом 15 минут перерыв, потом снова 45 минут. Так будет намного эффективнее, чем если вы попытаетесь сделать это за два часа. Вот. С точки зрения процесса, в какой момент мы обычно проводим вот этот вот три амиго? Мы можем проводить три амиго для тестирования идеи, то есть у нас еще не появилась никакая таска в нашем бэкблоге, не появилась юзер-стори, и у нас, допустим, есть только какая-то идея по итогам проведения каст-дела, или там продукт-бэклог у нас только формируется, и вот здесь, допустим, продукт-оунар или стейкхолдер может прийти и сказать, там, давайте соберемся в формате три амиго, протестируйте, дайте им сразу обратную связь. Вот. Но такая комбинация, она бывает максимально редко, потому что она требует высокой зрелости, командной работы со стороны продуктов и самой команды Dev Team. Если говорить про самый распространенный сценарий, это когда тестируются бизнес-требования и системные, может быть, требования какие-то. То есть здесь у нас три амиго проводятся во время продакт-бэклог-рефаймента, то есть встречи по обсуждению требований, либо до. Здесь зависит уже от команды. То есть есть команды, которые предпочитают на рефайменте только чистить бэклог, а уточнять именно прорабатывать требования на отдельные встречи, которые так называют три амиго. Вот. И, наконец, уже внутри спринта или в процессе работы над фичой, как правило, проводится еще дополнительная встреча, где прорабатываются уже технические требования. Я ее часто называю на три амиго, а два амиго, потому что по факту продуктов не всегда на эту встречу участвуют. То есть, как правило, здесь представители технической экспертизы и тестировщики вместе уже составляют технические требования и тест-кейсы. То есть они отвечают на вопросы, как они это протестируют. Вот. С точки зрения правил. То есть на что еще нужно обратить внимание? Про длительность я вам уже сказала. Следующее правило заключается в том, чтобы встреча обязательно кем-то моделировалась. Потому что когда у вас много людей на встрече, даже, допустим, семь человек собралось, люди будут интуитивно ждать, что кто-то будет условно давать друг другу слово. Иначе получится, что кто-то там один, два или три человека активно говорят, остальные четыре молчат. Поэтому важен кто-то, кто будет явным образом передавать слово от участников другу, ну, ко всем остальным, чтобы говорили все, ну, и чтобы на встрече были какие-то правила. Следующий момент, чтобы этот формат работал эффективно, партнер к встрече готовится. То есть здесь, почему эта встреча такая короткая по времени? Она не для того, чтобы мы учились на встрече, узнавали какую-то информацию. Эту информацию мы должны собрать заранее. То есть если у нас, допустим, формируется повестка встречи, что типа провести три амиго, по фиче, фейс-айди, авторизация, то в этом случае, допустим, я как тестировщик до встречи должна сесть и почитать какие-нибудь статьи про то, как работает вообще биометрия, как ее принято тестировать. То есть я как тестировщик должна собрать для себя какую-то дополнительную информацию, чтобы понимать, как я могу быть полезной, какие вопросы мне надо будет задать на этой встрече. То есть мы здесь говорим про то, что люди должны ответственно подходить к участию в этой встрече, а не по принципу, что я сижу и всю встречу просто пытаюсь понять, о чем идет речь, потому что половина слов для меня незнакомая. Также следующее правило, которое гарантирует как раз-таки полезность этой встречи, это парковка любых тем, которые не относятся напрямую к теме обсуждаемой фичи. Ну, допустим, мы с вами проводим встречу по обсуждению авторизации через фейс-айди, и здесь разработчик говорит, а вы знаете, что у нас есть некий неогрифачный модуль на уровне бэкэнда, и он нам очень сильно мешает и начинает что-то обсуждать на эту тему с другими разработчиками. В итоге мы там, не знаю, 15 минут теряем от нашей встречи на то, чтобы просто обсудить, как это трефакторит этот модуль. Да, тема может быть связанная, но это явно тема отдельной встречи, и такие вещи нужно сразу четко парковать и договариваться, что это мы будем выяснять, обсуждать на отдельной встрече, посвященной именно этой теме. Вот, ну и на выходе нам нужен роль писателя. То есть по факту у нас есть роль модератора, то есть тот человек, который следит за тем, чтобы участвовали все. У нас есть роль писателя, то есть тот человек, который по итогам встречи результаты оцифровывает. Таким образом у нас в процессе проведения этой встречи требования верифицируются несколькими способами. То есть первый раз на встрече мы слушаем, то есть мы верифицируем их аудиальным способом, через то, что слушаем, и пропускаем их через себя. И второй способ – это уже визуальный, то есть когда мы читаем, воспринимаем информацию, и таким образом у нас получается условно двойная гарантия того, что если ты условно на встрече прослушал, что-то не услышал, то у тебя потом есть возможность это еще и прочитать договоренности, то есть то, что мы озвучили. Допустим, мы обсудили идею и оцифровали ее в виде user story и в виде критериев приемки. Потом отправили, смотрите, вот, ребята, наши истории, критерии приемки, которые мы зафиксировали. Посмотрите, пожалуйста, и дайте мне, окей, типа, все так, или, может быть, я где-то ошибся. Ну и, конечно же, чтобы наша вот эта сработанность, она не терялась, важно, чтобы роль писателя менялась, потому что все-таки это не самая любимая роль в команде или в группе в формате 3 Amiga, и мы здесь обычно договариваемся, что, допустим, не знаю, на этой неделе писателем будет тестировщиком, на следующей неделе писателем будет аналитик, потом будет разработчик и так далее. Это в том числе улучшает коммуникацию в команде, потому что вы начинаете лучше друг друга понимать, потому что одно дело, когда мы говорим слова голосом, другое дело, когда мы их описываем. Это совершенно разный способ интерпретации наших мыслей, и изучая, как раз таки, читая, как кто выражает свои мысли, мы лучше понимаем друг друга и тем самым уменьшаем шанс допуска той самой нервной значимости. Вот. Итак, давайте резюмируем. Самый первый и простой способ протестировать требования – это провести встречу при Амиго. С помощью этой встречи вы можете, ну, не гарантировать, но вы точно увеличите шансы, что требования будут поняты однозначно, это раз, и вы также увеличите шансы, что, скорее всего, самые важные требования вы точно не пропустите. Может быть, что-то еще останется, но как раз таки вот эти три контекста, они позволяют учесть все три зоны интереса. Вот. Это такой, знаете, план-минимум, то есть если у вас вообще нету никаких практик, тестирование требований, можно начать с нее. А что же еще? Если говорить про роль конкретных клея, то при работе со спецификацией, то есть когда у вас появляется какая-то уже спецификация, то вам нужно обращать на следующие пять групп, которые помогают как раз таки нам создать тестируемую документацию, пять групп критерий. Первое. Перед началом реализации, то есть разработки, мы должны убедиться, что пользовательские сценария описаны, что если у нас есть какие-то процессы, то у нас есть флоу этих процессов, а лучше, если их есть визуализация. Если есть какие-то бизнес-процессы, то также они описаны. И помимо позитивных кейсов, у нас есть еще и негативные кейсы. Далее. Нужно с точки зрения технических требований обращать внимание на то, как описана архитектура. То есть понятно, все ли знают, какие там архитектурные изменения вносятся и так далее. Чтобы присутствовало описание интеграции, очень часто здесь команды просто забивают и такие говорят, ну сейчас процесс решен. А это, между прочим, очень сильно может повлиять и на архитектурные решения, и даже на стратегию и тактику тестирования. В описании интеграции желательно, чтобы прямо лежали конкретные, примеры вызовов конкретных хендпоинтов и модели ответов, то есть в каком варианте, какие контракты вы хотите получить. То есть здесь коротко описаны такие моделики данных. Если есть какие-то там потенчалы, то есть логика, политика безопасности, то тоже это нужно описывать. Дальше мы обращаем внимание на стиль написания. Документация, вот эта спецификация, она должна легко читаться. Если, не знаю, там автор этой документации придерживается слога Маяковского или там Льва Толстого, то, наверное, будет читать сложно. Поэтому здесь старайтесь унифицировать стиль написания документации, чтобы условно написалось по какому-то алгоритму, чтобы можно было перейти на страницу и сразу понять, что если я хочу посмотреть пользовательские сценарии, то мне нужно посмотреть вверху. А если я хочу посмотреть на архитектуру, то мне нужно проскролить страницу вниз. А если я хочу, допустим, найти что-то про примеры вызовов, допустим, интеграции, то мне там, допустим, нужно посмотреть такой-то раздел. То есть она должна быть унифицирована и переиспользуемо для каждой новой фичи, которую вы делаете, для того, чтобы очень быстро найти нужную информацию. Это также будет проводить к тому самому пониманию, что трактовка формулировок будет однозначная. То есть мы здесь в том числе обращаем внимание на неоднозначность. Здесь я еще расскажу вам, как это можно тестировать. То есть она понятная, актуальная, ну и стремимся к тому, чтобы она была краткая. С точки зрения структуры. Она должна быть удобная с точки зрения навигации. То есть у нее должно быть какое-то содержание, которое позволяет очень быстро найти полезную информацию. И, конечно же, она доступна. То есть не так, что, допустим, это наша документация тестировщиков, поэтому мы имеем к ней доступ только мы и все, и больше никто. Нет. То есть любая документация – это источник знаний, и если она не содержит в себе sensitive информации, то она должна быть доступна для всех участников процесса. Ну и, наконец, важно понимать, что сейчас, особенно в последнее современное поколение, мы поколение визуалов, поэтому мы не особо хорошо воспринимаем огромные портянки текста по 30, 40 или 50 страниц. И чаще всего мы эту информацию вытесняем, очень быстро забываем. Поэтому визуализируйте информацию разными способами. То есть используйте блок-схемы, диаграммы, умель-диаграммы. Ну и я, допустим, сегодня вам расскажу про User Story Mapping и Example Mapping. Это иерархические структуры визуализации требований. Они тоже улучшают наглядное понимание того, что нужно сделать. Это гарантирует, что вы меньше процентов требований забудете или меньше процентов требований неоднозначно интерпретируете, уже додумав в собственном мозгу, как именно это должно работать. И, наконец, как мы тестируем неоднозначность. То есть мы, как тестировщики, как вея. Помимо формата 3 Amiga, есть еще и такие небольшие фишки, лайфхаки, на которые можно смотреть. То есть крупно мы должны искать в текстах два основных триггера. Первые триггеры – это условные наличия частотности, которые не дают нам четкую информацию, а дают неоднозначные формулировки. Типа обычно, зависит от, практически, иногда, чаще всего, возможно, не обязательно. Ну, знаете, как это бывает. Ты, не знаю, смотришь на дизайн и задаешь вопрос, а как будет работать этот попап у дизайнера. Ну, и дизайнер говорит, ну, этот попап обычно должен открываться на всю страницу, но иногда, в некоторых случаях, допустим, он будет открываться внизу. И вот если вы слышите «обычно иногда», то вам сразу же нужно задать уточняющие вопросы. Дай больше информации, дай конкретику, там, распиши более четкий алгоритм, в каких ситуациях он открывается на всю страницу, а когда он открывается вот слева. То есть это прям такие слова, красные флаги. То есть если есть в тексте, прям сразу находите их, и по ним определяете, что нужно задать уточняющие вопросы. И вторая группа вот этих вот триггеров – это наше оценочное обсуждение. То есть если вы видите какую-то оценку, типа, там, не знаю, «создать красивый интерфейс», там, не знаю, «анимация должна быть быстрой», или там «вам разработайте сервис максимально дешево», то есть это все оценочное суждение, потому что в сознании каждого человека будет собственная интерпретация, что значит «красиво», «дешево» или «быстро». То есть для одного «быстро» это будет, не знаю, в течение 10 секунд, для другого «быстро» это нужно миллисекунды. Вот, поэтому любые оценочные суждения мы также всегда уточняем для того, чтобы удостовериться, что мы ничего не пропустили. Вот. Ну и с точки зрения вот такого чек-листа, то есть что я могу вам посоветовать, как QA, как LIDAM, то есть что обычно мы тестируем. То есть если говорить про три Амиго, то три Амиго – это уже конкретная процессная практика, которая требует вовлеченности не только вас, но и других представителей команды для того, чтобы провалидировать как раз-таки однозначность, понятность требований. Если же говорить конкретно про вас, допустим, вы находитесь в ситуации, где у вас нет возможности продать эту практику команде, как-то их убедить ее использовать, но вы при этом уже хотите как-то тестировать требования, то в этом случае я даю вам этот чек-лист и посмотрите, на что мы здесь обращаем внимательно. Первое. Мы тестируем однозначность, то есть все ли одинаково понимать, что имеется в виду. Для этого вот мы используем либо формат три Амиго, либо исследуем спецификацию на предмет как раз-таки тех самых вот двух групп неоднозначных суждений, про которые я только что говорила. Далее. Мы исследуем требования на наличие соединительных И или ИЛЯ. Если они присутствуют, это значит, что их нужно декомпозировать. Ну, представьте себе, что у нас и с вами требования. Сделать авторизацию с помощью Face ID и Touch ID. Как думаете, что нужно сделать? Сделать авторизацию с помощью Face ID и Tag ID. Можете своими словами описать мне сейчас в чат, что подразумевается под этой фразой. Как именно будет работать авторизация? Я, к сожалению, не могу увидеть, пишет мне кто-то или не пишет. Одновременно лицо плюс палец или лицо или палец. Опоминает двухфакторную аутентификацию. Отлично. Смотрите, ребят, вот уже три варианта. Ну, то есть, а это на самом деле классические. То есть, вот наличие соединительных И или ИЛЯ – это прям ловушка в требованиях. Потому что, когда мы слышим И или ИЛЯ, подсознательно кажется, ну, вроде все понятно, и мы это интерпретируем по-своему. И один человек, например, решит, что это будет как двухфакторка. То есть, сначала Face ID, а потом следом, то есть, после того, как Face ID прошло, ты прижимаешь пальчик. Вот. А другой человек, допустим, прочитает и такой, а, ну, сделать возможность как ИЛЯ. Либо Face ID, либо Touch ID. Не знаю, а там Бретти решит, что нужно одновременно ты и лицо показываешь, и палец прижимаешь. Короче, вариантов может быть много. И это, и вот эти вот соединительные И или ИЛЯ, они на самом деле просто такие капканы создают. Я много проводила воркшопов, на которых мы именно тестировали требования, обучала это делать в командах. Мы прям брали их настоящие требования и по ним прям проходились. И у меня, ну, я, наверное, сейчас точно не скажу, но практически все команды попадали вот в эту вот ловушку, где мы прям сидели, разбирались. Смотрите, ребята, здесь есть И соединительное. А вы уверены, что вы правильно это понимаете? Я прям задавала слово каждому члену команды и просила объяснить. Вот смотри, вы написали квитерий поемки, внутри которого есть соединительное И. И расскажите теперь каждой, как вы это понимаете. Когда они объясняли, как они это понимают, выяснялось, что все понимали по-разному. Поэтому когда вы видите ваши требования, ваша спецификация соединительной И или ИЛЯ, декомпозируйте на два отдельных требования. То есть как бы это могло выглядеть? Если бы я хотела это сделать в формате, допустим, одновременно лицо и палец, то нужно было тогда сформулировать, как сделать авторизацию с помощью Face ID и Touch ID. То есть здесь у меня соединительное И идет сразу на два объекта. То есть я интерпретирую, что у меня авторизация происходит только с помощью двух биометрий. А если же я хочу, чтобы у меня, допустим, происходила как бы факторная авторизация, то я говорю сделать авторизацию с помощью Face ID. Первый шаг. После авторизации Face ID запросить авторизацию Touch ID. Вот. Здесь мы уже точно понимаем, в каком формате работает. Если же я хочу подразумевать, что у нас авторизация будет работать или так, или сяк, то у меня первое требование – сделать авторизацию с помощью Face ID. Первое требование. Второе требование – сделать авторизацию с помощью Touch ID. Оба требования равнозначны. Там, не знаю, там требование, третье, допустим, требование будет сделать возможность выбора авторизации для клиентов. Допустим, Touch ID или Face ID. Вот. То есть мы таким образом декомпозировали, явным образом отделили требования друг от друга. Вот. Третий критерий – то есть мы проверяем полноту описания acceptance критериев. То есть мы здесь как раз таки проверяем, что у нас сценарий описан не только на позитивной кейсе, но и описан на негативной кейсе. То есть здесь как раз таки обращаем внимание, описаны ли у нас, допустим, граничные значения, там описаны ли у нас, выявлены ли классы эквивалентности, поведение для них и так далее. Вот. Затем, когда мы проговорили про эту часть, проверяем, есть ли у нас какие-то нефункциональные требования, могут ли они быть к нашей вообще фиче. Потому что часто тоже возникает, что типа внезапно в конце спринта выясняется, что нужно, что провести нагрузочное тестирование. Вот. И это достаточно дорогостоящее в конце спринта делать. Может быть, в процессе можно было бы это сделать более дешевым образом. Если у вас есть интеграция, то обязательно нужно удостоверить, что описаны контракты. Если они не описаны, то добиться, чтобы были сформулированы хотя бы какие-то верхнеуровневые договоренности по этим контрактам. Вот. Ну и, конечно же, в процессе тестирования и изучения спецификаций ищем ошибочные, там, противоречивые требования, может быть, избыточность где-то, то есть, где вы видите, что требования очень сложным языком описаны, их слишком много, то есть, здесь можете попросить, а, может быть, давайте мы это визуализируем, там, нарисуем на эту блок-схему диаграмму, вот, или, может быть, там, вместо того, чтобы читать это в виде длинного текста, давайте ориентироваться, там, не знаю, на прототипы, на фигму, которые предоставляют нам разработчики, дизайнеры. Как понять, что требования протестированы? Вы должны, как минимум, дать себе ответ на вопрос, что вы точно знаете, как вы каждое из этих требований можете протестировать, то есть, вам не нужна никакая дополнительная вспомогательная информация, чтобы взять это и протестировать. То есть, вы даете себе отчет, где вы возьмете тестовые данные, какие тестовые данные, какие тесты вам для этого нужны. Не обязательно, чтобы тесты были прямо написаны, вот у меня указано, что написаны тест-кейсы, на самом деле это не так. То есть, важно здесь именно ваше понимание, то есть, вы должны давать себе отчет, что если вот вам прямо сейчас дали бы эту задачу тестировать, то вы сняли и смогли бы ее протестировать, то есть, у вас достаточная информация, чтобы ее протестировать. Вот. Ну и, конечно же, обращаем внимание, чтобы у нас требования были структурно описаны. И здесь я как раз вас подвожу к третьему инструменту, который я могу вам дать для тестирования требований. Это использование UserStory. Давайте сейчас чуть-чуть подытожим, что у нас получилось. Вы можете использовать формат при Amiga для того, чтобы тестировать однозначность и полноту совместно с командой. Вы можете тестировать требования с помощью вот этого поиска вот этих вот триггеров в спецификации или в коммуникации, которая происходит. И вы можете тестировать требования по вот этому чек-листу, когда вы проверяете однозначность, декомпозицию, полноту описания критерий в приемке, ограниченные значения, нефункциональные требования, контракты, и сами себя проверяете, что у вас достаточно информации для того, чтобы это все протестировать. Вот. Это у вас получилось таких три шага, которые вы можете использовать. Есть четвертый шаг. Он требует также, как и три Amiga, вовлеченности всей остальной команды, потому что мы здесь как раз-таки говорим про то, что мы требования теперь, допустим, не описываем в виде какого-то длинного полотна текста, а мы описываем требования в виде строгой какой-то формального способа. То есть помните, в самом начале я говорила, что есть еще формальные способы. User Story, он как раз-таки помогает нам прийти к этим формальным способам. Итак, что же такое User Story? User Story – это способ описать хотелку, требования в виде структуры данных, которые отвечают на три вопроса. Кто? То есть определяем заинтересованное лицо, что? То есть какое нужно действие для достижения цели сделать и зачем? То есть какая у нас мотивация? Как выглядит User Story? Например, у нас есть какая-то фича. Допустим, у нас есть фича по закрытию счетов. Я здесь расскажу вам реальную историю. У меня был продуктованер, который приходит в команду и говорит, нам нужно, мы делали интернет-банк для юридических лиц, говорит, нам нужно сделать фичу, которая позволит клиенту автоматически закрывать счет из личного кабинета через интернет. До этого наши клиенты делали это так. То есть они писали заявление о трепке и вызывали курьеров, чтобы передать это заявление, чтобы закрыть счет там. То есть процедура получалась такая достаточно длительная и для клиента, и дорогостоящая для банка. И мы здесь, получается, формулируем историю. Я как клиент SME, то есть мы определяем роль, кто. SME – это среднего малобизнеса. Дальше. Что он хочет? Хочу автоматически закрыть свои счета. И теперь мотивация. То есть почему он хочет делать это автоматически? Чтобы не тратить время на вызов курьера. Я юридическое лицо, весь такой занятый, я не хочу тратить вот это вот свое время. Какой профит мы получаем от использования ReserStory? По факту, когда мы с вами тестируем требования, мы делаем что? Мы задаем вопросы. И когда мы проводим формат 3 Amiga, мы тоже задаем вопросы. И здесь очень часто возникает такой вопрос. А какие вопросы-то мы должны задавать? Их же много. И в каком порядке их задавать, чтобы действительно получить важную, полезную и структурированную информацию? Я обычно рекомендую задавать как раз-таки вопросы по следующему алгоритму. То есть мы сначала пытаемся узнать про клиента. А что он хочет? Здесь мы задаем как раз-таки, кто наш клиент, что он хочет и зачем. То есть вот эти три вопроса. Кто, что, зачем. Вы можете сформулировать это в формате UserStory, можете не описывать это как UserStory. Но самое главное, ответьте на эти три вопроса. Кто наш клиент? То есть прямо опишите профили. Что хотят наши клиенты? И зачем? Какая их мотивация? Когда мы это описываем, мы как раз-таки можем здесь получить много полезной информации. Например, то есть многие недооценивают как раз-таки магию использования UserStory. А между прочим, это очень простой инструмент, который буквально за считанные минуты дает вам возможность провалидировать адекватность формулирования бизнес-требований со стороны ваших стейкхолдеров. Например, вот если говорить про эту фичу, конкретно примерно в таком виде принес ее на продукт-оунер. Я ему говорю, хорошо, а кто еще является нашим вот этой вот ролью, нашим клиентом? Ну, кроме самих клиентов, которые не хотят тратить время на вызов курьера. То есть должны ли мы, как банк, тратить действительно свои деньги на реализацию этой фичи, только чтобы наши клиенты быстрее от нас уходили? Здесь выясняется, что на самом деле основным бенефициаром этой фичи является банк. И клиентом будет здесь для нас на самом деле банк. То есть я как банк хочу автоматически закрывать счета клиентов, чтобы не тратить деньги, то есть оптимизировать расходы на курьеров. То есть сам процесс отправки курьеров был дорогостроющий. То есть мы мало того, что клиентов теряем, они закрывают счета, так мы еще и к ним за свои деньги курьеров отправляем, чтобы забрать эти заявления. Поэтому получается, в первую очередь, эта история не про клиента, а в первую очередь, это история про банк. Но из-за того, что мы привыкли формулировать, я как клиент, мы не подумали, что здесь вот это заинтересованное лицо, оно было неверно определено. Поэтому первый шаг – это правильно определить заинтересованное лицо, их может быть несколько. И то есть здесь мы, когда пообсуждали, мы решили, что на самом деле будет две истории, не одна, а две. То есть первое, с точки зрения клиента, то есть для него все-таки было важно это делать хорошо. И продуктованно сказал, что важно оставить хорошее впечатление после ухода клиента, потому что, возможно, когда-нибудь он вернется именно к нам. То есть, может быть, это сейчас какой-то мелкий клиент, которому не нужно это все. А он, может быть, когда-нибудь, он решит вернуться, потому что после завершения отношений с нами, с компанией, у него осталось хорошее впечатление от нас. Соответственно, мы в итоге оставили две истории, и это был разный набор требований. Потому что если мы говорим про историю с автоматическим закрытием счетов для сокращения расходов на курьеры, то это была история оптимизации бизнес-процессов со стороны BPMN-системы. То есть это даже не та команда, которую ты изначально обсуждала. А если мы говорим про историю со стороны клиента, то да, это команда, которая со стороны мобилки должна была продумать, и где сделать ту самую волшебную кнопочку. И здесь есть следующая магия. То есть помимо того, что мы можем неправильно определить нашего клиента, наше заинтересованное лицо, мы можем еще неправильно определить мотивацию. То есть если мы сделаем мотивацию слишком абстрактной, ну, чаще всего это все сводится либо заработать денег, либо экономить. То есть мы будем не до конца понимать, ради чего вообще мы хотим это сделать, то мы тогда можем неправильно интерпретировать глубину реализации и тестирования, соответственно. Ну, например, я как банк хочу автоматически закрывать счета клиентам, чтобы экономить. Экономить на чем? Мы тогда начали копать, можно было экономить на сканировании этой документации, которая приходит от клиента, на вот курьере, которого отправляем там. Ну, там было много статей расходов. И, собственно, мы такие типа, а мы должны все делать? То есть вот экономить на всем? И здесь такой продукт, он говорит, не-не, я знаю, вот у меня есть цифры, экономить нужно на курьерах. Вот. Ну, то есть если есть информация, переходите сразу к конкретике. Это дает четкое понимание команде, что им нужно конкретно сделать. То же самое касалось и клиента. Например, допустим, я хочу сэкономить время, а время ты сэкономить хочешь в чем? Что тебя больше всего раздражает? Где именно ты теряешь это время? Вот. Здесь тоже, проведя исследование, ребята поняли, что экономить, они хотят именно на ожидание курьера, потому что здесь сопоставить время курьера, допустим, и передвижение какого-нибудь директора бывает достаточно сложно. Вот. Соответственно, уйдя от абстрактной мотивации, ребята для себя четко обозначили зону ответственности, то есть что именно им нужно реализовать и что именно им нужно тестировать. То есть они убрали все лишнее, то есть то, что на самом деле не нужно было делать. Вот. И третья ошибка, с которой часто тоже сталкиваются, когда используют визерсторий, это когда пишут конкретную реализацию. Типа я как банк хочу скрывать читапу, нажать ее на кнопку на главной странице, чтобы экономить. Но здесь тоже, смотрите, прям вот вы, если вы такое видите, задавайте вопрос, а точно нужна быть кнопка? Ну, то есть иногда наши стейкхолдеры не до конца понимают, что они на самом деле хотят, и кажется, что нужно это описать через какой-то интерфейс. Но не всегда это действительно нужно. Например, в этом случае сначала тоже прозвучала идея, давайте сделаем кнопку, допустим, в таком-то разделе. И когда мы задавали вопрос, подожди, а тебе точно кнопка нужна? Тебе что нужно? Тебе нужно, чтобы мы максимально дешевый способ сделали для автоматического закрытия счетов. И в итоге мы можем, допустим, сделать это через, допустим, тех же самых персональных менеджеров, у которых будет эта кнопка. То есть, допустим, клиент пишет в чат персональному менеджеру, говорит, я хочу закрыть счета. Допустим, тот запрашивает информацию и потом закрывает. То есть, таким образом мы оставляем какой-то дополнительный способ все-таки удержать клиента. Не знаю, найти способы его уговорить, а не просто давать ему возможность со психа закрывать все свои счета. То есть, убирая вот эту вот конкретную реализацию, мы позволяем команде подумать и найти наиболее оптимальное решение той задачи, которую они решают. Так, точно, ну, то есть, а вы как тестировщики, мы как QA, мы как раз-таки ищем вот эти вот ловушки в требованиях, чтобы подсветить там, не знаю, задать лишний раз вопрос-то кодру. Слушай, а ты уверен, что для этой проблемы нам нужна именно кнопка на главной странице? А точно ли, ну, то есть, почему ты решил, что это должна быть кнопка? То есть, и здесь полезно просто услышать даже иногда информацию в стиле, ну, я так решил, я так умный, не знаю, я там провел исследование по всем нашим конкурентам, все так делают, используются, так привыкли. То есть, вы получаете какую-то дополнительную вспомогательную информацию, чтобы понять, насколько это важно, приоритетно и как с этим, собственно, работать. Вот. Соответственно, юзер-стория, на самом деле, использовать можно как в команде. То есть, когда вы совместно с командой, допустим, в формате три Амиго, вот вы собрались, три Амиго, три контекста, вам нужно задавать какие-то вопросы, то есть, иметь какой-то сценарий проведения этой встречи. Вот можете начать прямо с этих трех вопросов. Типа, кто наши заинтересованные лица? Выписали. Дальше. А что они хотят? Выписали действия дальше. А какая у них мотивация? Выписали. И дальше проверяем там. Все ли три части у наших юзер-стория имеются? Правильно ли вы определили роль? Нет ли где-то конкретно описанной реализации? Понятно ли вам мотивация? То есть, если информации достаточно, все супер. Главный шаг по определению бизнес-требований вы сделали. Вот здесь сразу скажу, что каким бы простым инструмент не выглядел, чаще всего, когда команда начинает учиться его применять, они прям очень сильно залипают, потому что выясняется, что понять, что на самом деле хочет продукт-онер, это сложно. У меня был пример, когда команда три часа пыталась понять юзер-сторию, то есть, что же будет их юзер-стория, и в итоге они отказались от этой юзер-стории, потому что когда они наконец поняли, они ему сказали, что это уже сделано. Ну, то есть, это было прям до абсурдностно. То есть, они такие, причем это было как? Так, продукт-онер принес на встречу уже проработанную фичу, по ней была написана документация, архитектор потратил на проработку этих требований около двух недель. Презентуют, презентуют, мы запускаем встречу, обсуждение в формате 3 Amiga, ребята по вот этим вопросам начинают вытаскивать кто, что, зачем, пытаются все это как-то смачивать всеми техническими требованиями, которые уже были наворочены, они запутали их, но при этом пытаются понять. Потом в итоге, когда они все-таки сформулировали эту историю, они такие, так, подождите, а это разве не то, что мы делали, допустим, полгода назад? Да, они такие, типа да, вроде мы это сделали. То есть, вот так вот, просто, условно, по-другому сформулированная задача вела команда в заблуждение, было потрачено две недели до гасточного ресурса, то есть разработчика, разработчик-архитектора. Вот, но лучше, как говорится, они это узнали вот на том этапе, то есть на этапе обсуждения, а не на этапе, дабы они уже все это сделали. Итак, смотрите, это я вам дала четвертый инструмент, как использовать user story для отстеливания требований. И последний шаг у нас, а как добиться структурности? Ну, то есть, вот требования, может, вот вы будете выписывать, там у вас получится много user story, там может быть много критериев приемки. Я вам говорила, как раз таки, что один из критериев тестируемой документации, это структурность, то есть она должна быть понятная, где, в каком месте, что находится, что искать. И здесь выделяется, как бы говоря, две группы инструментов. То есть, первая, это иерархическая структура требований, это user story mapping, example mapping, и различные диаграммы. То есть, правила диаграммы потока работ и диаграммы данных. Я вам про диаграмму рассказать не успею, потому что это у нас тема отдельной лекции. Да, правда, целая лекция, то есть мы точно не успеем. Но чуть-чуть вам успею сейчас рассказать про user story mapping и example mapping. Что такое user story mapping? Фактически, с помощью user story mapping мы берем и сверху вниз, как бы визуализируем все те наши истории по их размеру. То есть, у нас, допустим, есть что-то самое большое, некая тема. Допустим, это у нас, ну, не знаю, все, наверное, знакомы с функционалом платежей, оплаты платежей. Допустим, у нас есть оплата платежей в каком-нибудь интернет-банкинге. И внутри у него есть какая-нибудь огромная история, которая там, не знаю, на несколько спринтов. Допустим, это будет оплата по QR-коду. И внутри у нас появляются user story, которые мы декомпозировали. И мы можем, допустим, сделать закрапки обозримый промежуток времени. Допустим, там будет оплата по QR-коду, там, мобилки, оплата по QR-коду, там, билеты в кинотеатры и так далее. И внутри каждой истории по вертикали у нас уже описаны критерии приемки, которые описывают именно, а что именно нужно сделать в рамках этой истории, чтобы и заказчик, и мы все одинаково поняли, что история реализована. Помимо того, что user story mapping позволяет нам иерархично смаппить, получается, наши какие-то верхнеуровневые хотелки и низкоуровневые, то есть иметь вот это big picture, большое видение того, что мы делаем, user story mapping также позволяет нам и декомпозировать при релизах. Допустим, мы понимаем, что у нас есть какая-то первая MVP-версия, мы можем ее сделать, допустим, из четырех историй, но не полным набором критериев приемки. И вы при тестировании будете это тоже учитывать, что вы тестируете не всю историю, а только ее часть, то есть самых важных. Также при тестировании удобно декомпозировать работу прямо по критериям приемки, то есть вы смотрите на критерий приемки и последовательно закрываете, что, допустим, я закрыла критерий приемки, он протестирован. Если у вас есть стейкхолдеры, которым очень важна наглядность, визуализация, то это будет прям очень здорово помогать вам приходить к общему пониманию, какая часть критерий в приемке реализованы, что уже протестировано, условно готовы для декомпоя, наоборот. То есть здесь данный инструмент мы используем не только для того, чтобы достичь структурности в описании требований, но и как инструмент планирования и декомпозиции нашей работы. Для того, чтобы описывать вот эти вот user story mapping, вам нужно писать критерии приемки. И, как я уже говорила, критерии приемки так же, как и user story, это наши формальные способы описания требований. Поэтому у нас есть четкий алгоритм, как мы описываем критерии приемки. Критерий приемки, он состоит из контекста, то есть где мы описываем какую-то ситуацию и целевого действия. То есть любой критерий приемки – это глагольная конструкция, где есть какое-то действие. Ну, например, наш критерий приемки звучит так. Когда клиент перешел на страницу платежей, тогда он может выбрать из списка ЖКХ. То есть целевое действие, которое нужно реализовать – это выбрать из списка ЖКХ. А контекст – это то, что клиент перешел на страницу платежей. И таким образом, когда мы придерживаемся такой общей структуры, мы добиваемся того, что все требования пишутся в одинаковом стиле, и нам легко отличить историю от критериев приемки, и при этом у них и даже уровень декомпозиции примерно плюс-минус одинаковый. При этом критерии приемки у нас тоже могут быть… Ну, то есть они охватывают как бизнес-требования, так и технические требования. У нас для того, чтобы сформулировать все критерии приемки, у нас есть три вопроса, на которые нужно ответить. Первый вопрос – это что пользователь хочет делать с системой. То есть мы описываем пользовательские действия. Дальше второй вопрос – что система должна делать. То есть описываем системные действия и какие проблемы могут возникнуть. Я говорю, описываем по факту, это то, что мы обсуждаем. То есть вот есть у вас встреча три омейка. Вы сначала задали вопросы. Кто? Что? Зачем? Ответили на эти вопросы, выяснили, какую историю делаете. И дальше по этой истории. А что пользователь должен сделать с системой? А что сделает система? А какие проблемы будут возникнуть? Вот вам шесть вопросов, минимум шесть вопросов, которые вы должны задать. Каждой истории, каждой фиче, которую вы делаете. И в процессе получения ответов у вас, конечно же, будут рождаться новые вопросы. Но это вот структура, по которой мы идем. То есть мы задаем вопросы ровно в той последовательности, которую я озвучила. Если говорить про то, как, допустим, визуализировать и описывать критерии приемки, я сейчас с вами поделюсь небольшим лайфхаком, инструментом, который помогает быстро понять, как должны звучать наши с вами критерии приемки. Ну, у меня на слайде сейчас визуализирована диаграмма потока работ. Я не буду объяснять, как она работает, не успею. Но здесь смысл в чем? То есть у нас все пользовательские действия, то есть у нас есть с вами ответ на первый вопрос, который мы должны задать. А что пользователь может сделать с системой? И нам нужно просто визуализировать все его шаги. То есть каждый элемент на этой диаграмме – это отдельный его шаг. У нас есть здесь какие-то параллельные ветки, у нас могут быть какие-то условия и так далее. Собственно, как мы формулируем критерии приемки? Мы берем один какой-то шаг и следующий. Вот следующий – это наш целевой. А предыдущий шаг – это контекст. Ну, например, у нас, видите, шаг «Открыть список платежей». Значит, критерий приемки будет звучать следующим образом. Когда пользователь переходит на страницу платежей, то он может открыть список платежей. Или, например, у нас есть, допустим, видит сообщение «Денег недостаточно». Когда пользователь нажал на кнопку «Отправить» и «Денег недостаточно», допустим, на таком-то счету, то пользователь видит сообщение «Денег недостаточно». То есть мы используем предыдущий шаг и текущий шаг для того, чтобы сформулировать однозначно понятные критерии приемки. Данная визуализация, вот этот поток работ, он позволяет нам убедиться в том, что мы действительно с вами ничего не пропустили, и никакие ответвления от нашего сценария мы не упустили. Очень удобный, классный инструмент, рекомендую. Здесь у меня на слайде изображено, как я диаграмму потока работ дополнила еще потоком данных. То есть когда я каждому шагу задалась вопросом, а есть ли какие-то данные, которые мы даем на вход. И там, где я эти данные нашла и вычислила, я, соответственно, их добавила, и у меня картинка стала еще более понятной, еще более наглядной. То есть я поняла, где какие данные, которыми я уже применила правила граничных значений. Соответственно, это тоже дало мне больше понимания, как это тестировать, какое количество, возможно, критериев приемки здесь рождается. Если говорить про то, как это оформлять, то есть когда мы берем, допустим, историю маппинга. У нас есть с вами история, у которой есть какой-то набор критериев приемки, они вот здесь описаны по вертикали. Мы их должны описывать так, чтобы их можно было приоритизировать или в случае необходимости легко выкинуть. Ну, допустим, по какой-то причине, продукт-онор говорит, у нас этого критерия не будет. То есть мы его выкидываем, и у нас, грубо говоря, смысл не должен потеряться. То есть то, как мы описываем критерии, должно позволять нам легко приоритизировать и отказываться от каких-то требований. Если же мы описываем требования в сильно каком-то последовательном стиле, завязанном на смысл предыдущих приложений, то, соответственно, удаление каких-то таких конструкций приведет к тому, что вы потеряете смысл. Так, мелко очень. Ну, Андрей, у нас, к сожалению, как бы недостаточно времени, чтобы я там вам зачитала весь этот фидер-стори-маппинг. Сейчас я стараюсь это увеличить. Почему-то не увеличивает. Собственно, вот примерно так это выглядит. У меня здесь как раз приведен пример, что, допустим, у меня... Так, авиатура не хочет работать. Допустим, у меня здесь вот эти вот истории были, и продукт-аунер приходит и говорит, я хочу поменять их местами. То есть для вас ничего не значит, нельзя сначала делать вот эту историю, а вот эту сделать в следующий раз. Вот. То есть мы таким вот образом верхний уровень набрасываем наши требования. То есть обычно описание юзер-стори-маппинга является как раз-таки той самой оцифровкой встречи 3-амига. Мы провели встречу 3-амига, наш писатель ушел после встречи это описывать, он это визуализировал, принес, дал команде, команда посмотрела. Есть команда, которая мне очень нравится, вот визуализация с помощью вот такой вот карты, маппинг, он же как раз таки называет, карта требований. Вот. Есть ребята, которым больше нравится именно формат прямо дерева, то есть используют майнмапы. Вот. Здесь, конечно же, нужно подбирать под команду, как больше подойдет команде, то есть с каким форматом она больше готова работать. Вот. Давайте пойдем где дальше. После того, как мы ответили на вопрос, что пользователь должен делать, у нас есть еще вопрос, а что должна делать система. И здесь мы также в целом последовательно описываем всю работу, которую делает система, чтобы посмотреть, что мы там ничего не забыли. То есть у меня здесь, конечно же, красивые нарисованы диаграммки, как это работает в реальности. Сидит команда на встрече, если оффлайн, у них есть там, не знаю, магнитная доска или флипчарт. Они обсуждают и сразу по ходу дела рисуют, то есть формируют эти наскальные надписи. Если мы говорим про онлайн, то я, допустим, когда участвовала на этих встречах, я просто сидела, у меня всегда рядом был там ежедневник, в котором я по ходу дела делала эти наброски, визуализировала эту диаграмму, и она мне, наоборот, подсвечивала, где что-то мы пропустили, упустили, допустим, мы там обсудили, что у нас, допустим, метод аккаунт с API, вызывает метод с API и передает данные платежи. Я такая, так, ребят, а какие данные он должен передавать? И тут выясняется, а мы должны вот это, вот это, вот это передавать. То есть я услышала какую-то информацию, и исходя из этой информации, у меня зародились вопросы, на основании которых я вот эту картинку для себя все визуализирую, и у меня появляется понимание, как я это буду тестировать. Вот. Ну и последний вопрос, да, это какие риски могут возникнуть? То есть мы не продолжаем обсуждение, пока мы не ответили на вопрос, какие риски могут возникнуть. Ну и что дальше? То есть обычно здесь, типа, окей, мы из-за story mapping построили, а что дальше? Следующий шаг, скажем так, для тех, кто, допустим, уже прошел фазу обсуждения бизнес-требований, это шаг построения карты тест-кейса. То есть когда мы берем нашу историю, вот у нее есть критерии приемки, которые мы обсудили, и на каждой критерии приемки мы уже теперь определяем те самые тест-кейсы, которые нужно выполнить, и выполнив которые, мы можем сказать, что все критерии приемки протестированы. Ну вот, например, у меня здесь есть такая, такая, сейчас посмотрю, есть ли у меня поменьше. Нет, только это. Окей. Вот такая вот история. Допустим, как клиент интернет-банка хочу оплачивать ЖКХ, чтобы не ходить в офис для оффлайн-оплаты. Это эпик, он большой. Дальше у нас идет юзер-стори. Я как клиент с дебетовым счетом хочу оплачивать коммунальные платежи без заполнения банковских реквизитов, чтобы не тратить время на их ввод и проверку, и забоюсь не ошибиться. То есть здесь мы ответили на вопрос, кто, что, зачем, и сформулировали. Дальше у нас идет обсуждение, ответ на вопрос, а что должен делать пользователь? И здесь у нас появляются ответы. Когда пользователь перешел на страницу платежей, открыл список платежей, тогда он может выбрать список ЖКХ. А потом мы ответили на вопрос, а что должна делать система, чтобы вот этот вот критерий, который мы только что обсудили, заработал. И, не знаю, фронтендер говорит, ну, при переходе он может нажать на кнопочку в меню ЖКХ. Когда он нажмет на эту кнопочку, я отправлю запрос к Happy Get Companies. Ну, бакендер говорит, ну, когда получу запрос, я отправлю свой запрос в базу данных, а на выходе сгенерирую вам вот такую модельку данных. То есть каждый из них поделился ответом на вопрос в формате 3 Amiga, там, бакендер, фронтендер. И вы, как тестировщик, на это смотрите и определяете уже, как вы это будете тестировать. То есть достаточно ли вам информации, чтобы каждое из этих утверждений протестировать, или нужно еще какую-то информацию дополнительно вытащить. Вот. В процессе, да, у вас могут возникнуть какие-то вопросы. И все вопросы, которые возникают, и на которые мы не можем ответить сразу же, мы записываем и паркуем. То есть мы договариваемся, что искать ответы на эти вопросы мы будем за пределами этой встречи, для того, чтобы встреча уложилась в тот самый тайминг, который вы запланировали. Это дисциплинирует и приучает людей готовиться к встрече и делать какую-то работу между встречами. То есть не пытайтесь все вопросы решать именно на встрече. Встреча 3 Amiga не для того, чтобы вы сидели, не знаю, там, два человека параллельно, в это время там серфили интернет для поиска ответов. Вот. Встреча 3 Amiga именно для обмена знаний и поиска уже той информации, которая у вас есть. Ну, вот, к примеру, у меня здесь есть такой упрощенный example mapping, как бы могла выглядеть карта тест-кейса. Допустим, у нас есть история, где работодатель хочет там сгенерировать справку. У нас есть критерий приемки. Доступ к этой фиче имеет пользователь с определенной ролью. И здесь мы прямо набрасываем тест-кейсы, типа там, если директор, то true, если менеджер, то true, если оператор, то false. Если роль подходит, то отвечает метод, если роль не подходит, то пробрасываем ошибку от ролла. То есть такие, они не очень подробные, они верхние уровни, то есть они просто для нас таким образом ставят каркас того, что нужно протестировать. Соответственно, разработчик, когда с этим работает, он также лучше дает себе отчет о том, как именно будет тестироваться его задача по вот этим вот тест-кейсам, и, соответственно, вероятность того, что он отдаст вам на тестирование и то, что будет строго нарушать эти требования, уже очень сильно уменьшается. И благодаря, получается, вот этому example mapping, user story mapping, мы получаем не только иерархичную структуру, то есть требования из бокс, которые удобно работают, но и прям конкретный mapping, как у нас наши тест-кейсы, mapping на бизнес-требования и технические требования. Так, мы с вами подходим к концу. Немножко вышло из режима презентации. Одну секунду. Давайте подытожим. Итак, процесс тестирования требований – это не написание документации. То есть важно, чтобы вы не подумали, что все, что я рассказывала, это типа работа аналитика. Это не совсем так, потому что процесс тестирования требований – это непрерывный процесс, который вы осуществляете в течение всего жизненного цикла фичи. То есть момента, когда идея появилась, до момента, когда вы по ней не закончили работу. То есть вы всегда исследуете эти требования, как раз таки на предмет их полноты, однозначности, понятности и так далее. То есть для этого просто применяем разные инструменты. Здесь очень важно, чтобы этот процесс был структурированный, то есть чтобы вы четко понимали, в какой момент времени вы хотите получить какую информацию. Например, на этапе тестирования идеи, допустим, когда идея только зародилась, вы хотите убедиться, что вы правильно понимаете, кто есть роли, что они хотят и зачем. То есть когда мы формулируем юзи-штори. Допустим, на этапе, когда у нас бизнес-аналитика сформулировал какой-то набор критерий в приемке, вы хотите убедиться, что критерии в приемке действительно полны. Они описывают все необходимые там позитивно-негативные сценарии и учитывают там граничные значения. То есть вы здесь ставите свой набор вопросов. Когда уже, допустим, история готова к реализации, здесь уже важно, да, подумать о тест-кейсах, потому что это будет влиять на оценку. Здесь уже можно сесть и построить example mapping вместе с разработчиками и удостовериться, что вы отдаете отчет, как вы будете это тестировать. И когда вы будете озвучивать оценку, вы в этой оценке будете учитывать тот объем работы, который действительно необходимо сделать по этой истории. Вот. Какие у вас есть вопросы, ребят? Я знаю, что информации дала много. Тут у меня на слайде указаны основные мои контракты. И я обещала вам в конце лекции еще поделиться небольшой информацией по курсу и по карьерным возможностям. Поэтому не отключайтесь, не уходите. Так, я пока переключаюсь. Напишите, пожалуйста, свои вопросы по теме. Я немножко выдохну. Вопросов нету или информации слишком много, нужно перифорить. Окей, давайте, пока вы думаете, я постепенно вас познакомлюсь с нашим курсом, потому что про него тоже есть что рассказать. Итак. А, вот я вижу, пошли вопросы. Алина, сколько в среднем может занимать экзампл маппинг? Экзампл маппинг мы также проводим в формате 3-омега, то есть здесь он не должен занимать больше одного часа. Представляете вы его как раз в виде вот структуры карты тест-кейсов, допустим, вот в Мира, то есть на какой-то онлайн-деске, либо с помощью, допустим, майн-маппы, то есть где у вас есть там, порень начинается с юзер-стори, потом у вас следующий уровень, это критерий приемки, а от критерия приемки у вас уже начинаются тест-кейсы. Вы пока пишите вопросы, давайте чуть-чуть про курс расскажу, чтобы я вас сильно не задерживала. Познакомиться с курсом вы можете, вот по этой ссылке я продублировала... Так, не могу продублировать, потому что у меня не бывает, или не работает. Окей, ссылку я вам еще отправлю. Так, сейчас я отправлю ссылку. Соответственно, вы можете... Так, что такое-то у меня... Что-то происходит. Так, давайте заново. У меня что-то клавиатура отключилась. Неудобно. Познакомиться с информацией по курсу вы можете на лендинге. Здесь описана длительность основной информации. Давайте пройдемся по ключевым моментам, которые очень важны. Длительность курса у нас 6 месяцев. Курс проходит онлайн, как раз таки в Zoom. Здесь возможность участвовать в практических заданиях, а не только слушать лекции. Все лекции у нас будут онлайн, как вебинары. То есть лекции можно посмотреть в записи, но мы скорее рекомендуем участвовать, потому что это возможность как раз таки поучаствовать в практике, позадавать вопросы напрямую преподавателю. Например, по этой лекции могу сказать, что мы стремимся дать мини-практические задания внутри нашего курса, для того, чтобы вы не только лекцию послушали, как говорится, но еще чуть-чуть пощупали сами техники. Занятие будет проходить с 28 сентября по вторникам четвергам в 19.00 по МСКВА. То есть здесь мы работаем вот по такому расписанию. С точки зрения формата, это будет две лекции в неделю по полтора часа, и где-то между лекциями у нас будет время от времени домашние задания. Домашние задания все максимально профичны, привязаны к вашей непосредственной деятельности на вашем текущем месте работы, для того, чтобы по завершению курса у вас было достаточно большое количество уже кейсов, наработанной практики, которые вы получили именно в течение курса. На лендинге вы можете ознакомиться с подробным описанием программы, она находится здесь. Если вкратце, то программа охватывает три крупных области знаний. То есть первая это про менеджмент, классический менеджмент, то есть с точки зрения как мы управляем командами, как мы повышаем эффективность команды, мотивируем их и так далее. Вторая область знаний это про управление процессами, то есть какие процессы бывают, как их строить, как их развивать, оптимизировать. Соответственно, все это с точки зрения тестирования. И третья область знаний это как раз таки ваша экспертность в тестировании, то есть какие техники, практики вы должны знать, какие лиды для того, чтобы создать стратегию тестирования, оптимизировать ее, как сделать так, чтобы все ваши действия были согласованы с задачами, целями бизнеса и для того, чтобы выполняемые вами действия действительно приносили импарт бизнесу. Про все про это мы как раз таки разговариваем в течение курса. И на выходе в рамках курса ребята выполняют проектную работу, называется выпускной проект, где у вас есть возможность продемонстрировать, как полученные навыки вы научились применять для решения какой-то сложной задачи, с которой вы столкнулись на своей работе. Также на лендинге вы можете ознакомиться со списком преподавателей. Все преподаватели у нас исключительно практики, все работают не только в преподавательской деятельности, а в основном работают на руководительских позициях. Ну и, соответственно, мы максимально делимся своим опытом. Вот. И также у нас будет еще один открытый урок. Записывайтесь на него на лендинге. Наверное, из основной информации по курсу я дала вам основную информацию. Что еще, может быть, я пропустила? Так. Ну да, вот все материалы у нас будут в личном кабинете, то есть все, что у вас, все, что будет происходить во время лекции, запретимыми лекциями, всегда остается с вами. Также в течение курса у вас будет доступ в чате, где вы будете общаться с преподавателями, задавать вопросы, получать короткие ответы на свои вопросы. Вот. Я вижу, что здесь еще появились вопросы у Алины. В каком виде? А, одна встреча для одной юзерстории. Андрей задал этот вопрос. На самом деле зависит очень сильно от юзерстории. Если маленькая, то вы можете несколько юзерсторий обсудить за одну встречу. То есть здесь скорее не вопрос про тайминг и размер. То есть, конечно, стремимся делать более маленькие истории, чтобы укладываться в одну встречу. Но иногда бывает такая тема, что ее не декомпозируешь, и тогда мы просто делаем несколько встреч. Вот. Но это, кстати говоря, тайминг вот этой встречи является очень хорошим индикатором о размере. То есть, если вы за одну встречу не помещаетесь, чтобы обсудить одну историю, то, наверное, ваша история слишком большая. Окей. Напоминаю, вы все еще можете задавать мне вопросы, и я буду на них отвечать. И давайте последний блок по карьерной информации. То есть, коллеги из ОТУСа проанализировали рынок, рассмотрели большое количество вакансий на позиции Кьюэлит с помощью Каткампера, и выяснили, что медианная зарплата на эту роль начинается от 250 тысяч рублей. С точки зрения требований, то вот основные требования, которые сейчас у нас есть на рынке. Как правило, Кьюэлит – это тот человек, который в том числе должен разбираться в технической составляющей. То есть, у него должны быть навыки программирования, должен уметь дизайнить ICD, выстраивать стратегии автоматизации, тестирования и так далее. Но не всегда в некоторых случаях фокусом для Кьюэлита ставят это как раз-таки, скорее, понимание, как работать с этими технологиями, умение принимать качественные решения. То есть, и уметь краски развивать, влиять на качество продукта. Вот, то есть, уметь сокращать показатели time-to-market. Поэтому, если посмотреть на все вакансии, то все чаще и чаще смотрят именно в сторону того, что человек умеет развиваться, умеет развивать других, умеет строить процессы, оптимизировать эти процессы. У него есть достаточно такая большая насмотренность по основным ключевым темам, которые ему нужны. Вот. Ну и, конечно же, сейчас у нас прям виден явный, как сказать, запрос со стороны рынка, что уже нужны не классические, там, не знаю, ресурсные менеджеры, которые сидят и раздают задачки тестировщикам, а нужны именно эксперты Кьюэлиты, которые способны прийти, проанализировать ситуацию с точки зрения тестирования качества. И вы создаете стратегию, то есть, создаете конкретные рекомендации, что нужно сделать, какие практики нужны, там, какие технологии для этого понадобятся. То есть, человек, как эксперт, принимает решения, обучает тех же самых разработчиков или тимулитов о том, как правильно нужно настроить, допустим, процесс в этой скам-команде. Вот. Ну и, конечно же, да, если вы хотите быть более высокооплачиваемым кандидатом, то стремитесь к приобретению технических навыков. Все. На этом у меня на самом деле все. У вас все еще есть возможность задать мне вопросы. Напоминаю про старт курса. Вот ссылочка, которую я дала, вот парк-код, по которому вы можете перейти. Буду рада вас видеть на следующем занятии. Если, как говорится, стало интересно слушать про темы, которые мы рассказываем на нашем курсе, то приходите. Ну и, конечно же, приходите на курс, если для вас это актуально. Спасибо за ваше участие. Давайте тогда на этом будем заканчивать. Я вижу, что вопросы еще не поступили. У меня есть небольшая просьба. Вам нужно будет ответить на небольшой опрос. Как говорится, дай фидбэк, понравилось вам или не понравилось. Сегодняшняя лекция. Да, надеюсь, что всем будет полезно и сможете применять полученные практики. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok